Тимур уже пару месяцев отвечает в реабилитационном центре за меню. Ровно столько он на восстановлении. Признается, из-за наркотиков чуть не лишился здоровья, семьи, работы. Часто я хорошо себя чувствую, но постоянно есть какая-то тяга, есть желание все равно обратно вернуться. Тяжело, когда опускаются руки, перестаешь чем-то заниматься. Мы в рамках нашей деятельности занимаемся не только социально-трудовой реабилитацией, но и социализацией, потому что лица, которые к нам поступают, мы, во-первых, стараемся показать им человеческое отношение, во-вторых, восстановить утраченные ранее социальные и трудовые навыки. Таких, как Тимур, в прошлом активных наркопотребителей в центре сегодня пять человек. Все они после обязательного медицинского лечения получили сертификаты от республики стоимостью в 50 тысяч рублей каждый на полугодовую реабилитацию. Сейчас уже все центры социального обслуживания населения, и во всей республике могут оказывать такие услуги. На сегодня у нас уже 30 человек зашло за этими услугами. Из 30, 26 человек держатся, как мы говорим. Для нас это замечательная пока цифра. За употребление наркотиков законом предусмотрена административная ответственность. Плюс суд заставляет наркозависимых проходить обязательное лечение. Но, как показывает практика, идти в больницу большинство наркоманов не спешат. Уклонистов наказывают. При рассмотрении указанной категории дел судом прокуратура ориентирует суд на назначение диагностики наркомании в республиканском наркологическом диспансере. В случае, если лицо не исполнило обязанность по прохождению диагностики наркомании, оно может быть привлечено по статье 6.9.1 Кодекса об административных правонарушениях. Если ранее суды, еще буквально пару-тройку лет назад, в единичных случаях возлагали на наркопотребителя такую обязанность, то в текущем году уже по 92% решений такая обязанность возложена. В социальной реабилитации уже нуждается 440 лиц, но пока, скажем так, мест не очень много и проходят еще единицы. Прокуроры предлагают расширить список реабилитационных центров для наркозависимых и открыть филиалы во всех городах Удмуртии единственного на всю республику наркологического диспансера. Елена Абуховская, Андрей Бусыгин. Новости.